здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня мы вяжем очень красивую шапку они так я вот подготовьте с вам объясню все шапку из комплекта будет еще снуд девчонки чтобы был комплектик так нитки у меня в чехе покупала поэтому просто вам озвучу состав и метраж 70 процентов какой-то мода акрил и 30 процентов шерсть вот вы ориентируйтесь просто на метраж 50 грамм 55 метров то есть если брать 100 грамм то это 110 метров всего у меня 200 граммов 2 мотка и откладываю на снуд он будет не снуд а как манишка очень красивый девчонки так что обязательно следующее видео посмотрите и 100 граммов я беру на шапку значит спицы у меня четыре с половиной миллиметра круговые будем вязать в круговую девчонки этот узор нужно вязать в круговую и одна дополнительная носочная спица вот она четыре с половиной миллиметра для начала я набираю 80 петель число петель должно быть кратно 8 в этой шапке я буду вязать обычная один ряд провязывая потом соединяю вязание в кольцо но здесь я буду соединять с первого ряда потому что нитки толстые и поэтому вот так вот значит вот смотрите вязать мы будем вот так вот по кругу здесь следим за тем чтобы здесь не было не было ничего перекручено и начинаем наше вязание резинкой 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные потом этим кончиком и просто вот это краешек обработаем вяжем по кругу резинкой 2 на 2 пол спицы я провязала вот здесь вот очень внимательно следим чтобы было все у нас четко чтобы не перекрутилось перетягивает видите вторую половину у вас есть носочные толстые спицы то возьмите их так снова равняю так все видите вот здесь вот нигде ничего не смещено и продолжаю вязать и вот так вот перетягивая вяжем резинкой 2 на 2 так вот смотрите мои хорошие провязала я 6 рядов видите 1 2 3 4 5 6 теперь вступает у нас в игру дополнительная спица смотрим внимательно 2 изнаночные провязываем изнаночные теперь на дополнительную спицу переснимаем 2 лицевые 2 изнаночные и 2 лицевые так далее обматываем вот таким вот образом два три раза чтобы у нас была такая красивая стяжка три раза и провязываем обычным способом по узору как у нас лежат петли то есть 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые вот получается у нас вот такая вот красивенькая стяжка далее провязываем 2 изнаночные и повторяем процедуру смотрите вот мои девчоночки стяжки видите вот они все 10 штук по кругу теперь я вижу еще пять рядов резинкой без без ничего просто вижу резинкой 5 рядов опять по кругу провязала я еще пять рядов то есть девчонки вот эти вот стяжки мы будем делать через пять рядов в каждом шестом либо в каждом первом как как вам удобнее так и считайте делаем вторую серию стяжек в шахматном порядке вот видеть теперь нам нужно стянуть вот эти вот эту лицевую и эту лицевую как бы лицевые петли сейчас я пока перемещу провязываю 2 изнаночные и вот эти вот две лицевые и перетягивая сюда здесь я буду их стягивать здесь вот поэтому я их туда передвинула так смотрим видите вот отсюда я беру две петли и отсюда и средние изнаночные как бы 6 петель все то же самое мои хорошие и теперь я точно также вяжу до конца ряда делаю все стяжки и потом снова вяжу 5 рядов без изменений вот таким вот так вот она выглядит видите потом следующая у нас будет здесь напротив этой так в шахматном порядке мы делаем все стяжки через пять рядов в каждом шестом продолжаем девчонки смотрите какая красоте не получается ух красота ширина моей шапка покойном состоянии 40 сантиметров тянется она на 60 сантиметров точно так же какие предыдущая шапка так что у кого возникают вопросы на какой размер шапка шапка тянется если вы считаете вот вы же можете померить вот в самом начале провязать вот такое количество и одеть на себя и померить если мало добавляйте один рапорт из 8 петель все очень просто так я вяжу на себя у меня 56 обхват головы поэтому вот она я уже ее мерила она как раз как раз на меня вот она в натянутом состоянии как можно выглядеть на голове так теперь высоту я провязала 18 видите даже 17 сантиметров меня здесь и теперь я буду завершать макушку доделывать раз два три 4 5 6 раз я повторила узор петь будем убавлять сначала первый ряд я провязываю все изнаночные вместе по 2 и так по кругу до конца ряда так теперь следующий ряд девчонки мы вяжем без изменения то есть якобы он у нас изнаночный видите теперь у нас две лицевые 1 изнаночная вот наряд так и вяжем так второй ряд я провязала без изменений теперь мы вторую лицевую изнаночную провязываем вместе то есть у нас уже получается будут только лицевые петли ну и следующий ряд соответственно просто лицевыми без изменений все следующее наше убавление теперь я буду провязывать по 2 петли вместе только видите меняю как бы поворачиваю петли ну что этого и не нужно делать но мне почему-то кажется что так красивее так смотрите провязала я по 2 и теперь я провяжу еще раз по 2 чтобы совершить совсем уменьшить количество петель и потом мы просто стянем и это будет конец все вот смотрите сколько у меня петель осталось я обрезала беру его и собираю оставшиеся петли на эту нить переодеваю я вот это вот ниточки продеваю на изнаночную сторону здесь завязываю узелок хорошо затягиваю вот она наша макушка смотрите видите как вот она смотрится и еще продеть вот эту ниточку которая у нас осталась и наборе здесь вот сделаю как бы такую затянули и продену сюда оставшуюся ниточку все девчоночки вот такая у нас сегодня красота не побоюсь этого слова действительно красота вот узор очень нежно смотрится выбирайте такие мягкие нежные нитки будет вообще шикарная шапочка можно на девочек нам на кому угодно универсальная антивозрастная шапочка вот такая вот сейчас еще осталось на манекене смотрите какая красота девчонки видите смотрите шикарная шапулька на мой взгляд вяжите девчонки не пожалеете смотрится вообще шикарно казалось бы такой простой узор и такая красота ну понятное дело что еще зависит от выбранных ниток помягче девчонки выбирайте ну а я на сегодня прощаюсь еще с ноги завтра не с ноги к такая манишка воротничок будет под эту шапочку тоже простенький ну хорошенький так что завтра если не успею завтра то послезавтра видео уже будет на канале а сегодня я с вами прощаюсь девчонки с вами была века и школа рукоделия всем пока пока